Слушай, глава Совета по правам человека при президенте, кстати, ты знаешь, кто его возглавляет? Еще раз, кто? Глава Совета по правам человека при президенте. Блин, я не помню. Валерий Фадеев. Фадеев, точно, да, я знал. Вот этот замечательный человек, который на Первом канале там проработал, всякую гадость и говорил. В новостях. И, по моему мнению, собственно, не был замечен в защите прав человека. Напротив, да. Собственно говоря, он, значит, считает, что блокировка YouTube в России повредит самой России. Какой кошмар. Значит, он заявил, что хочется заблокировать YouTube, хочется. Да колется. Но тогда Россия не сможет использовать его для распространения нужной, правдивой информации. Он не знает, как продвигать свое понимание, свою трактовку и, внимание, свою правду, если заблокировать видеохостинг. С одной стороны, говорит Фадеев, YouTube — это инструмент по распространению фейков и ложной информации. С другой стороны, значит, мы потеряем инструмент для распространения информации, которую мы считаем нужной. И это, говорит, непростая история. Вот так вот у нас мыслят, оказывается, в Совете по правам человека нужной правды. Слушайте, ну, блин, конечно, Фадеев, помните, как в кино, да, когда на дороге вот так мечется за руки, держит тебя, и ты не знаешь, как тебе быть, да. И хочется, и колется, и что же делать-то, да ё-моё. Правду он свою не может распространять. Его правду распространяет первый канал. Россия-1, НТВ, все эти государственные пропагандистские каналы каждый день распространяют его правду. А какая его правда? Ну, о чём говорит Фадеев, будучи руководителем Совета по правам человека при президенте? Он говорит о необходимости сохранить это положение. Он говорит о том, что необходимо придать прочности режиму. Он говорит о том, что то, что сегодня мы видим в стране и оцениваем как страшный ужас, как самые чудовищные страницы истории, нашей великой истории, блин, когда народ ограбляют, и он умирает сотнями тысяч и миллионами, прозябает, и потенциал уничтожится. Он говорит, что это всё должно сохраниться. Почему? Потому что есть те, кто над народом, которые с этого неплохо получают. И он, он тоже не бедствует, в отличие от большинства наших сограждан. И когда он говорит о том, что вот, блокировки Ютуба, вот, значит, как это, мы же не сможем там что-то распространять. У них механизмов распространения, ну, просто выше крыши. Другой вопрос. Они боятся конкуренции. Они боятся информационного противостояния. Их правда может существовать только в одном положении. В условиях монополии. В условиях, когда нет альтернативной точки зрения. Почему? Потому что их правда не выдерживает никакой критики. Она настолько непрочна, что им проще заткнуть каждого несогласного. Поэтому они все, что им не нравится, называют либо фейками, либо деструктивной информацией. И на протяжении последних, ну, такой активной фазы, я бы сказал, наверное, 50 лет, они бесконечно возят законы, которые уничтожают интернет. Самая активная фаза, конечно, это последний год, когда у нас идут законы о административных, уголовных ответственности за критику власти. В том или иной части о блокировках различных, в том числе без решения суда. Ну и, конечно, это закон о блокировках социальных сетей, что является страшной катастрофой для гражданского общества. Если большая часть российских сограждан воспринимает блокировку тех или иных сетей как что-то шуточное, ну, вот там меньше котиков будут смотреть, каких-нибудь там неправильных вещей, аморальных, к примеру, не будет разлагаться российское общество. Это абсолютная глупость, потому что любой интернет-ресурс, социальная сеть является в высшей степени самым прогрессивным методом коммуникации граждан. Чтобы вы понимали, чтобы 70-70 миллионов российских граждан смогли оказаться на ютубе, потребовалось больше 10 лет. Более 10 лет, чтобы люди с сарафанным радио, наглядным примером рассказали всем вокруг, что есть такой механизм. Чтобы люди пенсионного возраста смогли побороть привычки и научиться пользоваться телефоном. Это непросто. Это молодежь, это там средний возраст, непросто. Но, тем не менее, десятки миллионов наших граждан, большинство трудоспособного населения смогло оказаться на одной площадке. Представляете, насколько это страшно для власти? Ведь они могут существовать только в условиях разрозненности, только в условиях раскола, только в условиях, соответственно, разделения российского общества. И здесь для них страшная катастрофа. Заблокировать – это вызвать огонь на себя. Заблокировать – это спровоцировать недовольство российского общества выше обычного. Мало того, действительно, по-хорошему, система настолько прогрессивна, что весомая часть различных органов власти так или иначе зависит от этого. Потому что на Ютубе парламенты проводят свои трансляции. Это выполнение обязательств перед избирателями. В Ютубе правительств, да, ну, в целом, да, что тут говорят, те или иные чиновники так или иначе задействованы в профессиональном плане, да, и поэтому Минцифра и говорит, переходите на отечественные аналоги. Вот у нас есть Рутуб, вот, да, вот, и организовывайте свою работу. Зачем вот вам надо вот идти на Ютуб, да? Поэтому у меня нет никаких сомнений, что заблокируют. Я убежден, что это будет в самое ближайшее время. Прямо в самый... Я думаю, счет пошел уже не на месяц даже, да, он уже пошел на недели, да, может быть, черт его знает, и на дни. Но господин Фадеев пытается метаться, да, пытается и к нашим, и к вашим, и как бы вот и общество немножко, да, как бы не спровоцировать против себя. Он же все-таки права человека, типа как защищает, да, на словах, по крайней мере, пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Но в целом власть показала тему отношений к свободному интернету, а Ютуб его квинтссенция. Ютуб это самое страшное, самое опасное для власти платформа, с которой, безусловно, они вступят в открытый конфликт и, на мой взгляд, самое ближайшее время.